ладно идем дальше снова дача невежность или канал обогер я просто не могу потому что я должен это самое повторяет повторяйте повторять песок в песок научить людей на и деревянном опилки замазали еще не все лучше это я уже и кутер лучше средств от головной боли топор нет дерева и вот это вот вот еще делает замазали чтобы это все лучше гнила обмотали и считается теперь муравьи туда не полезут основание штамба что сделали читаем поливаем опилки была добыча сухие опилки дерево не продержалось какое-то количество лет сухих поливаем и не просто ствол обматы липкой ленты обматы спасли от муравьева а сейчас это вот я написал лучше средства топор в это мне вы на в 1 х делайте эти самые как вас назвать вас фильм это называть язык не поворачиваю вы делаете эти фрифильмы вы посадили дерево вы покажите его через неделю вы покажите его через месяц покажите через год я же вижу что его посадили она без листьев кругом видно что уже давно июнь или июль приволокли дерево и листья оторвали посадили его или да нет даже с листьями посадили с голыми корнями с целой кроны посреди лета вот с голыми корнями я же не слепой полили и все где она сейчас вот если бы за ним наблюдали в этих школах надо делать так чтобы учительница биологии и каждого ученика знает и кто с охотой пятерочник потому что он любит сад и побежит на переменке полить шкупе школьный сад потому что на улице с жарко вот а кому то это все по барабан уже ясно кто будет биологом они сейчас когда елена савили закончила но я говорю там есть такие как вы да еще вид одна остальные тишина теперь вот это они делают все чтобы угробить и никто никогда не узнает что это что дерево обречено или если они умные не потом все это снимут главное было время 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 чтобы заработать серебряник вот я просто успокоюсь могу это вроде бы теме не относится тема нашей ветки которых нет видите они вот это все отрезали своими руками резали 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 зачем они взяли и знали ли дерево ведь это сто процентов это не то что 90 а вдруг вы же покажите нам сейчас прошел год или два вот такие деревья они лечат это крупный план его надо спасать как еще обмолаживший обрезку то есть все наоборот делать то мы сейчас обрезка не наша тема расцвет невежество ради серебряников то есть вы в этой и просто тупой школьных и университетских блочниц пройти ни черта они не знают ни черта не понимают вот а теперь смотрите вот это вот я когда-то давно правда показывал фотографии эту есть написано продается те 60 гектаров было когда было ровное поле заброшенная дойка теперь она стала леса в лес растет так есть ничего не растет весь растут выросли за эти годы прошло 20 лет уже больше человек продать не смог 60 семей из минусинска помните движение было анастасиевцев рады бы сюда приятного закраса хутора здесь вот как я показывал фотографии с детишками да здесь то же самое должно быть 60 домов шестьдесят две-три сотни детишек где-то совершено подлое предательство где-то существует абсолютный запрет сейчас в дальневосточных гектар вы вспомните да хорошее место это значит взятка миллион рублей об этом все знают кроме может быть этого человека самого главного стране этим кончилась авантюра остальным глухая тайга болота гектар так у кого нет миллиона рублей вот теперь дали полярный гектар дают самые лучшие места в сибири где мы можем выращивать не тонны это много тысячи тонн нашей беднеотравной продукции тысячи 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 тонн и до сих пор успокоиться не могу я тоже участвовал в этом судебных заседательствах хозяин не мог продать хапнул а продать ему константинович помоги ты такой авторитетный какой авторитетный любой клерк важнее меня в тысячу раз два суда во не положено теперь она не пахотная и никому не нужна попробуйте теперь тут вырастет что-нибудь национальная безопасность я поэтому еще хочу сказать вот национальная безопасность сейчас у нас дела настолько плохие что через как говорят по идее то страна распадется на куски успеть взять кусок земли там москве не соображают да не давай вот это там мозгов нет вся задача каждого вот кусок земли вот погреб набитые вот этими овощами вот это мой час обстать это кусочек я купил пять лет назад 2015 году я просто хочу сказать ребята надеяться не на кого или кусок земли в деревне или потом будет очень плохо всем все равно понимаете нас решили свести жить со света так но всегда люди как-то где-то уцелевали это подлежащий камень вода не течет вот это надо вот эти национальная безопасность чтобы у каждого был качок земли если вы там москве хватало ума вот эти гектара давали бы по всей стране десятки тысяч брошенных деревень по всей стране на на там где не будет в эпох там где не будет газопроводов ближайшие 100 лет вот на на возьми ради бога и ведь а многие возьмут чтоб перепродать это понятно но многие возьмут по жадности но многие все-таки распашут и смотришь ну не будем картошку с израиля из этого из египта возить но это уже куда дальше то это мы это мы ребята деградировали то не они посылая нам картошку это унижение национально там должны понять должны землю раздать все потому что уже свою землю уже точно это сам помните гражданская война помните вилл с виллами друг на друга шли а сейчас что только вспомним когда действительно умирать с голоду будем 90-е годы мне несколько таких писем учительница теряет сознание пишет мне посреди урока она голодна на несколько дней не ела и она падает голодный оборот проводя в школе это надежде что может быть еще рубль заплатит и падает в оборот потому что у нее ни копейки не кусочка хлеба нету а я просто призываю чтобы к этого не чтобы это не повторилось пока относительно спокойно ну и понятно лучше всего брать сибири но сирку себе это плод есть такой огромный евро азиатский материк там прямое дальний восток циклонные бесконечные жуть когда мы смотрим прибалтика попробуйте там что-то вырастить та же самая проблема вот мы самый серьезный как бы плод не качался вот это место остается спокойно относительно спокойно и у нас бывают катаклизмы но живете в москве живете в питере съездите сюда пока есть возможность глухих деревнях по дешевке купите дом и пусть стоит вот это мой важнейший совет видишь кто-то и выживет ближайшие 10 20 лет а детях подумайте те у кого профессия городская что их ждет вспомните 17 1917 год гражданскую войну когда спитера дети дворяне со своими ну какие дворяне вы те же работяги учителя профессора там художники эти самые врачи также через финский залив проваливались под лед потому что стороны была финляндия а в этих ряде у них были дачи или у их знакомых были дачи и был шанс на спасение и проваливались финском заливе его надо будет рассказывать рассказывать ой господи них ночью ночью давление поднимать и завесили деревья теперь их одна моет другая скребет запоминайте эти самые двоечницы деревья грибы это для один кандидата наук это для кого-то для меня двоечницы потому что дурью маясь деревья грибы мхи и лишайники симбионты с деревьями руки прочь вот растет уже это самое на дереве мох лишайник что угодно вы же их искалечили вот грибы оставьте их покоем вы ничего им не сделаете вы только хуже делаете вы возьмите сейчас снимите себя куртку оголитесь да да это чтоб голые руки были ноги и поскребите вы это щеткой по металлу вот тогда дойдет до вас что вы творите мне кажется и в тебе надо заметить что вы можете там попить облик сделке которые таки изeros перед этим я не сделал единицу в доме но и я не знаю все так не лень там а вот теперь ты согласен и Believe